На две инфекции клеща будем? Да, на две. Жительница села Преображенко Руфина Назарова вспоминает неприятный случай, который совсем недавно произошел с ней и ее собакой. Любимый пес Цесей вернулся с прогулки с сюрпризом – клещом на холке. По счастливой случайности собака не пострадала, а вот новый желез мгновенно облюбовал себе уютное местечко в доме. Неприятный сюрприз хозяйка собаки обнаружила утром – клещ запутался в ее волосах. Испугавшись, что он может быть переносчиком опасных инфекций, отнесла его в лабораторию. У нас в доме собака. Собаку, естественно, мы обрабатываем от клещей, капаем капли на холку. Соответственно, все клещи бегут с него на нас. Ежедневно проверяем, но получилось так, что недопроверили одного, не выявили. Собаку бережем, а себя не уберегли. С начала весны в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора специалисты зарегистрировали уже более 450 обращений. Для укуса членистоногие выбирают места, где кожа наиболее тонкая. У детей – это область головы и шеи, а у взрослых – подколенные ямки и живот. Если вдруг клещ успел впиться, самостоятельно его лучше не вынимать. В случае обнаружения присосавшегося клеща, необходимо правильно его удалить. Лучше обратиться в лечебно-профактическое учреждение по месту жительства, либо в травмпункт. Если человек решил снять клеща самостоятельно, необходимо сделать это правильно. Обхватить клеща пинцетом, как можно ближе к ротовому аппарату клеща, повернуть его по часовой стрелке и вытащить. После извлечения клеща останется небольшое повреждение кожи. Рану следует обработать антисептическим раствором. Кровососа нужно поместить в стеклянную емкость и отвезти в лабораторию для анализа на инфекции. Главная задача специалистов – определить, опасен ли паразит, который укусил. По статистике, каждый шестой клещ энцефалитный. Заболевания на раннем этапе можно легко перепутать с ОРВИ. На третий день после укуса появляются температура и слабость. Энцефалит может вызвать серьезные осложнения, инвалидность и даже летальный исход. Врачи рекомендуют обезопасить себя до момента укуса и сделать профилактическую прививку. Существует вакцина против клещевого энцефалита. Она проводится тем контингентом, которые подвержены максимальному риску заболеть. Это, как правило, лица, работающие на природе, в лесу или работающие с живыми культурами, например, в каких-то лабораториях. Вакцинация возможна для людей, начиная с 12-месячного возраста, то есть начиная с детей. Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клещей, необходимо правильно одеваться. Ноги должны быть полностью прикрыты, верхняя одежда с длинным рукавом, а футболка полностью заправлена. Также обязателен головной убор. Животным клещи могут передавать не менее опасное заболевание – бобезиоз. Инфекция опасна только для собак и человеку не передается. Если все-таки с вашим питомцем случилась такая беда, и он заболел, каковы могут быть первые признаки? Это вялость, слабость, отсутствие аппетита, температура, мочеиспускание с элементами крови, желтые слизистые. Если вы все это наблюдаете с своим питомцем, вы просто обязаны обратиться в ветеринарную клинику и сдать общий анализ крови с соответствующим мазком на выявление этих микроорганизмов. Защитить четвероногого друга от клещей и болезней, которые они переносят, поможет профилактика. Следует проводить регулярный осмотр собаки после прогулки, а также использовать различные средства. Это могут быть капли на холку, спреи или специальные ошейники. Молодец, молодец. А покажешь зубками, нет? Ксения Баканова, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События.